Привет всем веселым пузырькам шампанского! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про нашу любимую рубрику лучше люкса. Это те бюджетные средства, которые при небольшой цене показывают просто-таки люксовое качество. И сегодня у нас несколько прям таких классных находок, про некоторые из которых особенно было много обсуждений в Телеграме. Если вы до сих пор не подписаны на мой Телеграм-канал, мне кажется, вы уже знаете, что нужно сделать. И ссылка будет вот здесь вот внизу в описании, потому что там быстрее всего появляется вся новая информация, так что скорее подписывайтесь. Ну а мы тем временем открываем мою тайную косметичку, косметичка лучше люкса, и ищем, что же там внутри. А внутри там то, о чем все так много говорили, то, чего все так сильно хотят. Это, конечно же, новые спарклы от бренда Шик. Самые первые сводчи этих спарклов я показывала вам как раз в Телеграм-канале. Как только их получила, сразу посылку мы с вами открыли и посмотрели, что же там внутри. В общем, у бренда Шик вышла лимитированная коллекция, которая называется Starlight. Вроде так она называется, да? Starlight? Ну как-то так. В общем, что-то в этом духе, что-то там про звезды. И в эту коллекцию вошло 4 оттенка спарклов, которые просто невероятное впечатление произвели на фотографиях. Ну, с одной стороны, на картинках они кажутся немножко такими бледноватыми, но с другой стороны, и все, кто знает, что обычно такие оттенки именно на видео, ну и, естественно, в реальной жизни смотрятся уже в полном своем измерении, потому что они сияют, они сияют доохромами и придают вот это вот невероятное какое-то, точнее, имеют невероятное свечение. И прямо сейчас у меня эти спарклы на глазах, точнее, один оттенок, который мне понравился в результате больше всего, это оттенок, который неожиданно называется Sun. Да, он называется Sun, но при этом он фиолетовый с каким-то как будто голубым, что ли, или зеленым, или розовым, ну там вообще все вместе с сиянием. Эти спарклы идеально просто наносятся пальцем. Они, кстати, хорошо растушевываются и кистью, но кистью я бы вам, если и посоветовала бы их наносить, то исключительно влажной, но просто зачем, если пальцем можно все замечательно нанести и потом кистью немножко подтышевать. Они хорошо цепляются за кожу, то есть они не осыпаются как-то там критично, ну может, естественно, пару блестчик у вас отлететь и осыпаться при нанесении и при растушевке, но это не то, что бывает, знаете, у некоторых даже теней просто сияющих, когда вот тут вот их будете потом собирать. И это просто замечательное средство. И, кстати говоря, сама Наталья Шек у себя в Телеграме писала, что она считает, что это более такой бюджетный аналог теней от Шарлотты. Ну имеются в виду, конечно же, конечно же, однушки от Шарлотты, потому что здесь тоже такая мягкая текстура, слегка какая-то гелевая. Они сухие, но когда вы до них дотрагиваетесь, то есть вы можете вот так вот их пальцем продавливать, и они ощущаются как гель, потом наносится, разумеется, сухой текстурой. И они просто супер сияющие, они невероятно красивые, они прям такие какие-то необычные. Сначала я немного скептически, когда вот увидела в первый раз их оттенки, думаю, ну что-то как-то, по-моему, бледновато все смотрится. Но на деле, именно в реальной жизни, они прям плотненькие. Единственный оттенок, который мне не понравился, это тот, который называется Мимоза. Ну я, в принципе, об этом и в Телеграме говорила изначально, он мне не понравился чисто по цвету, просто потому что он самый бледный, и он такой какой-то розоватый, с золотистым шиммером. Ну мне кажется, ничего здесь особенного нет. Давайте сделаем все свочи, потому что, опять же, в Телеграме-то мы смотрели, а здесь мы можем прям по красоте сделать. Вот так, посмотрите, ну вот это вот, ну что это такое? Ну красотища же невероятная. Это был оттенок Сан, следующий оттенок у нас Вега, тоже просто невероятно красивый. Ну здесь такое прям золото какое-то, и не знаю, серебро, и все вместе смешанное. Мой нелюбимый пока что, по крайней мере, оттенок Мимоза, который выглядит так, и как вы можете заметить, ну действительно такой розовенький. Мне еще кажется, он самый сухой по ощущениям, и какой-то, ну не знаю, ну бывает такой, да, но просто вот один мне особо нравится. Кстати говоря, он на маркетплейсах как раз и остался много где один, потому что эти тени просто бешено раскупают. Именно потому что, ну не самый, наверное, не самый однозначный, просто довольно-таки розовенький, довольно красноватый. И последний оттенок, который называется Капелла, по-моему, да, Капелла, ну тоже он такой попроще немножко, чем Сан и Вега. Сан и Вега вам рекомендую, вообще просто класс, обалденные оттенки, супер красивые, стоят по 820 рублей. На всех сайтах по-разному, то есть можно где-то найти, я уверена, и подешевле. Так что, если вы давно думали, если вы смотрели на эти спарклы, могу вам их однозначно посоветовать, потому что они действительно по качеству, вот прям люкс-люксовый, а по цене все-таки еще более-менее бюджет. Что у нас дальше? А дальше мы немножко отвлечемся от косметики, потому что я вам хочу рассказать про потрясающие сумки, которые я тут уже купила. Я три сумки купила за последние, наверное, недели-две, они мне просто безумно понравились, просто какие-то восхитительные сумки, которые недорогие, классные, кожаные, вообще просто, все в них хорошо, в них хорошо, абсолютно все, я их обожаю. Итак, первая сумка, которую я купила, выглядит так, это сумка кожаная, то есть это натуральная кожа, и посмотрите, какая красотища. Как вы думаете, сколько она стоила? Вот как вы считаете, сколько может стоить такая сумка из натуральной кожи? Здесь, кстати, идеальная просто вся фурнитура, красивая, качественная, надежная, и внутри вот кармашки выглядят так, то есть много кармашков и прям удобно. Как вы думаете, сколько? Я ее купила за 5600, мне кажется, это просто потрясающая цена для такой сумки. Еще мне нравится то, что на ней нигде нет бренда, чтобы вот это прям было в глаза, типа сумка такого-то бренда. Я, наоборот, люблю такие большие вещи, на которых нигде не угадывается, что это за бренд, чтобы было все вот как-то, знаете, элегантно и как-то просто. В то же время, вторая сумка, на самом деле, это самая новая от этого бренда, выглядит так, ну, собственно, они абсолютно одинаковые, просто одна черная, другая коричневая, чтобы на любой случай, под любой наряд. И третья сумка, это прям совсем такая необычная по сравнению с этими двумя, это сумка-ведерко, как это сейчас модно. Ее можно затянуть с двух сторон, а можно, наоборот, ее расправить. Открываем сумку, она расправляется таким образом, и достаем отсюда органайзер, то есть прям производитель не поленился, его тоже вложил. Так что же это за бренд? Это бренд, который называется Александр ТС, и этот бренд, на самом деле, очень старый, он российский, он производится в Реутове, с 90, по-моему, первого года у них производства. И большинство, на самом деле, вот этих изделий всяких из кожи, там сумок, всяких разных других, у них откровенно страшненькие, честно вам скажу, некоторые, прям без слез не взглянешь. Но есть у них несколько потрясающих, просто красивых, интересных, замечательных моделей, но, собственно, вот это те, которые я вам показала, и есть еще несколько, к которым я сейчас так потихонечку присматриваюсь, и тоже хочу их приобрести. Где можно купить эти сумки? Конечно же, на Озон. А знаете что? А на Озон сейчас проходит суперраспродажа. Настоящая суперраспродажа с 13 по 20 февраля. С 13 по 20 февраля целых 8 дней вас ждет грандиозный шопинг на Озон. Я покупаю на Озон абсолютно все, я вам все время про это рассказываю. Сумки, одежду. Я на Озон, на самом деле, делаю заказы, мне кажется, почти каждый день. Я покупаю там еду, все для котов, все для дома, то есть вообще практически все я покупаю именно там. И как раз в рамках суперраспродажи будут скидки до 70% просто на огромный ассортимент. Мода, товары для дома, аксессуары, товары для животных, электроника, все, что вы хотите. Все вас ждет на Озон. И еще советую вам оформить Озон карту, потому что распродажа с Озон картой становится еще выгоднее. Ну и просто Озон карта. Я вам уже рассказывала, что я на самом деле жалею, что я ее не оформила, как только она появилась, как только такая функция появилась на Озон, потому что по этой Озон карте просто цены намного выгоднее. Если вы хотите сравнить цены, то цена по Озон карте всегда на Озон, она подсвечена такой зеленой плашкой, и вы можете увидеть, насколько с картой выгоднее получается. И она, конечно, комбинируется с разными распродажами. Ну, то есть в карточке конкретного товара вы посмотрите, какая цена комбинируется, в общем, что там получается вместе. Но Озон карта это просто потрясающая вещь, которая делает шопинг намного выгоднее. Обязательно оформить ее. Оформить ее можно буквально за несколько минут в пару кликов. Так что, если у вас еще такой нет, обязательно оформляйте. Ну и, конечно же, не забывайте, 8 дней с 13 по 20 февраля на Озон супер распродажа вас ждет супер шопинг, где можно найти массу интереснейших вещей. Например, сумочки или большая часть косметики из сегодняшнего видео. Ссылка будет внизу, вот здесь вот. Обязательно переходите и шопитесь в свое удовольствие. Возвращаемся к косметике. И сейчас покажу вам интересную штучку. Покажу сначала вот так. Смотрите, смотрите, как здорово. Как вы считаете, три оттенка одного и того же средства, не так ли? А если вот так вот посмотреть? А, а, какая красота! Но все равно издалека можно подумать, а, три оттенка одного и того же. Но нет, нет, это прям бюджетный аналог. Это Be Color от бренда Seven Days. Это масло для губ, которое, очевидно, является аналогом вот такого вот популярного средства, которое называется Glow Oil или Lip Glow Oil от Dior. Многие обожают просто эту вещь. Многие спрашивают сейчас, где купить это знаменитое масло от Dior. Я бы не сказала, что я огромная его фанатка, потому что, ну, как бы это блеск для губ. Я считаю, что в нем нет какой-то невероятной просто особенности. Да, он красивый, комфортный, ну, хорошо наносится. У него еще такой легкий ментоловый какой-то аромат. Многим нравится. Здесь, кстати, в составе, насколько я помню, масло косточек вишни. Ну, что-то там есть. Еще какая-то польза от этого блеска. Но при этом это не какое-то средство, аналогов которому нет. Ну, уж тем более теперь в бюджетной категории, потому что вот это вот масло делает все то же самое. Это масло для губ, которое называется Glossy Lip Oil, причем Winter Edition, то есть зимняя версия, наверное, потому что голубенькая. И что оно делает? Заметьте, здесь даже точно такой же спонж. Стоит, кстати, 900 рублей. Примерно, я уверена, что можно найти и дешевле, например, на всяких распродажах интересных. Почему бы не поискать? И это точно такой же блеск для губ, который красиво смотрится на губах, который их увлажняет, у которого есть слегка такой эффект увеличения губ. Потому что, я так понимаю, что здесь в составе тоже есть ментол, и при этом здесь приятнейший конфетный аромат. И все это за намного меньшую цену, чем оригинальная версия. Ну, то есть, если вы достанете и сумочки, не будете вот так вот показывать этой стороной, то кому-то определенно покажется, что упаковочка-то точно такая же. То есть, у вас вот настоящая Dior-овская Lip Glow Oil. Но это я так, это я утрирую, естественно. Мы не для этого это все делаем, а просто, чтобы получить хорошее средство, похожее за небольшие деньги. Если, например, вы не можете купить или просто не хотите так много тратить денег на Dior, то, в принципе, точно такой же эффект вы получите от более недорогого бренда. Что следующее? Следующее, а, кстати, бренд Chic, мы же с вами не закончили с ним. Потрясающий карандаш. Вышел у бренда Chic. Отличный просто карандаш для бровей. Стоит 390 рублей. Называется он Brow Bar и выпущен он в нескольких, по-моему, там 3, что ли, оттенка. Я взяла оттенок, который называется Top. То есть, ну, естественно, самый подходящий для моих бровей. Я всегда его беру. Если я покупаю какие-то средства для бровей и есть оттенок Top, всегда беру только его, потому что это идеальный оттенок для пепельных волос и для блондинок, у кого такой холодный достаточно подтон, или кто хочет получить пепельный холодный подтон на бровях. Просто потрясающий карандаш. Легкий, мягкий, идеально наносится, такой немножечко пудровый, хорошо растушевывается кисточкой и стоит недорого. И кроме того, он просто супер тонкий, просто супер тонкий. Сейчас, например, того же Maybelline у нас практически уже не осталось, потому что Maybelline к нам на данный момент не завозят, какие-то остатки все продают. А у них было много прям таких классных карандашей для бровей, много классных средств для бровей. И у Chic они всегда тоже были. Как вы можете помнить, бренд Chic изначально начал набирать популярность именно за счет своих средств для бровей. И вот у них появился потрясающий, совершенно супер тонкий карандаш, который, я уверена, вам даже больше понравится, чем, например, карандаш от Vivienne Sabo. Потому что я знаю, что многие фанаты карандаша вот такого от Vivienne Sabo, и вот этот просто потоньше и легче наносится. Мне он больше нравится. Так что обратите внимание, я так понимаю, они вдохновлялись Анастасии Бевли-Хиллз. Потому что у нее тоже есть вот такие супер тонкие просто карандаши. Следующее, это невероятная тушь, которую я нашла у белорусского бренда Belor Design. Это, по-моему, делает. Да, Belor Design. У них есть линейка, которая называется Bad Doll. И в этой линейке довольно много странных вещей. Ну, например, там всякие яркие лаки для ногтей, такие прям неоновые есть. Также там у них туши для ресниц, которые были выпущены летом. И они были такие фестивальные тоже всякие. Розовая, фиолетовая, там какая-то зеленая, желтая. И, кстати, еще одна была одна черная, которая называлась Killing Look. Что-то там в этом духе. И которая была с такой пушистой щеткой, но мне она совершенно не понравилась. И тут у них выходит почему-то тоже в этой линейке, кстати, в этой линейке еще классные есть бальзамы для губ. Прям вообще супер, супер классные и замечательные. У них вышла тушь, которая называется Revolution. Объемная тушь. Вот это такая красота! Просто такая обалденная тушь. У нее отличная щеточка силиконовая, которая все прочесывает. И, на мой взгляд, она не столько объемная, сколько удлиняющая. То есть я такое прям люблю, когда меньше объема, но больше удлинения. И самое главное в этой туши это то, что она хорошо прокрашивает. Она идеально разделяет. Она не склеивает ресницы, не комкается. При этом она хорошо держит завиток. Это супер важно для меня. Но, правда, сейчас у меня все равно, понятное дело, накладные ресницы. Потому что видео мы с вами встречаемся в видео. И эта тушь держит вот этот вот завиток достаточно долго. И удлиняет ресницы. Отличная просто тушь. Из белорусских новинок, ну, пожалуй, самая лучшая. Потому что в последнее время у них там тоже выходило у разных брендов много всяких новинок из туши. И я вам скажу, что не все так радужно на самом деле среди новинок. Вот если вы выбираете, там видели последние, какие выходили, и вы любите просто такой чистый, красивый эффект на ресницах, берите эту, которая стоит 305 рублей, кстати говоря. А не какие-то другие, которые тоже в последнее время выходили. Следующее, что понравилось, и что прям действительно понравится многим, это консилер от бренда Manly Pro, который называется, как он называется, Эстет. Вот так выглядит этот консилер. Недавно совсем я вам рассказывала про классный люксовый консилер от бренда Clarence, который предназначен для зоны под глазами. У него такой сияющий слегка эффект, то есть он светоотражающий и супер тоненькая, мягкая такая увлажняющая текстура, которая идеально подходит под глаза. Потому что, понятное дело, здесь кожа сухая, здесь есть всякие морщинки, в которые консилер забивается. Если он какой-то слишком сушащий, если он плотный, то его видно на глазах. И нужны консилеры легкие. И вот этот консилер как раз идеальная замена. Консилеру от Clarence стоит он значительно дешевле. Этот стоит где-то 2500 рублей, насколько я помню. Вот этот стоит 1000 или даже чуть меньше, чуть больше. Ну, опять же, во всех магазинах по-разному. Разная цена. Что в нем хорошего? У него от легкого до среднего покрытия, и он просто максимально нежный. То есть он придает вот это сияние лицу, он хорошо маскирует какие-то синячки, прыщики. Понятное дело, он вам не замажет вообще никакие. Ну, может, самые какие-то маленькие морщинки хорошо маскирует, какие-то поры хорошо маскирует. То есть работает как такой своеобразный, не знаю, и тональная основа, и консилер все вместе. Но самое главное, это вот эта его нежная такая текстура, которая не забивается в морщинки, не подчеркивает никакие там шелуши, не подчеркивает вот эту сухую кожу под глазами. Просто отличный и на лице выглядит замечательно. Мне просто безумно понравился. Что еще есть в моей волшебной косметичке? А, кстати, кстати, вот новый, новый от Лимони Сиси Крем, который называется Хамелеон. Это Сиси Крем, который это у них самая последняя их новинка. И у Лимони много на самом деле Сиси Кремов и Биби Кремов хороших. Ну, понятно, потому что они корейские, делаются в Корее. Посмотрите, здесь типичная для Сиси Кремов тема. То есть изначально он белый, в нем находятся вот эти вот капсулы с пигментом. Когда вы начинаете его распределять, капсулы лопаются и немного окрашивают кожу. Но так как это Сиси Крем, естественно, его главное свойство это выравнивать общий тон кожи, то есть слегка вот чуть-чуть выравнивать, маскировать тоже всякие прыщики мелкие. Ну, маскировать не в плане прям маскировать, да, замазывать, а так чуть-чуть сглаживать вот эту текстуру. Маскировать там всякие морщинки. И все это выглядит, все вместе выглядит как своя кожа, только лучше. Это главная тема всех Сиси Кремов. Здесь есть функция защиты от солнца. SPF 1028. И что в нем хорошего, кстати, они на сайте пишут, что консилеры, что там как-то, господи, консилеры Сиси Крем еще каким-то образом ухаживает за кожей. Я, правда, не совсем поняла, как он именно ухаживает за кожей. Но это не самое главное на самом деле. Потому что самое главное, что он делает, он просто безумно легкий на лице, он вообще не ощущается, у него нет абсолютно никакой жирности. Он чуть-чуть имеет такой сияющий финиш, прям совсем немножко, и отлично просто действует именно в плане выравнивания лица. И стоит вот этот, здесь 15 миллилитров, 635 рублей. Там, кстати, такая же тема, как у Эрборен. У них есть два варианта объема этого консилера, все время хочется сказать консилер после этого эстета, этого Сиси Крема. И есть еще версия, по-моему, 30 миллилитров, но она, понятное дело, в два раза дороже. Я, как я поняла, это чисто вот прям аналог Сиси Крема от Эрборен, только дешевле в три раза. Он отлично работает, и если вы себе искали хороший Сиси Крем, то попробуйте. Я уверена, что он вам прям безумно понравится. Что еще у моей косметички, что-что-что еще? А вот что еще, это, конечно же, замечательные карандаши. Карандаши для глаз, которые, про которые было много вопросов, на самом деле, в последнее время, потому что многие ищут аналоги карандашам всяким, гелевым для глаз. Какие вообще можно купить, хорошие карандаши, стойкие, за приличные, ну, не какие-то безумные деньги. И я нашла, я нашла такие классные карандаши, которые называются Ларте. Это, ну, не знаю, Ларт, может быть, какие-то, в общем, вроде как итальянские, но у меня есть подозрение, что это российский бренд. Стоят они 489 рублей. Да, как бы это не 200 и не 150, но все равно это нормальная цена, это, знаете, не 1500 рублей. Ну, и вообще, сейчас достаточно мало карандашей самых разных, поэтому, поэтому вот имеем, что имеем. Карандаши обалденные, просто обалденные, держатся на слизистой. Можно ими рисовать на веках, они легко наносятся, у них пластичная мягкая текстура, можно их даже успеть растушевать. Потом они уже все застывают и намертво. И они водостойкие, суперстойкие, вообще ничего их не берет. Но, кстати говоря, я вам хочу сказать по поводу вообще гелевых карандашей. Дело в том, что если вы красти гелевыми карандашами слизистую, нужно учитывать, что у всех тоже разный состав, так скажем, жидкости организма. И вот ваши слезы, ваша вот эта жидкость, которая у вас в глазах, она тоже бывает разная у всех, она, соответственно, разная. Поэтому у разных людей немножко разная, так скажем, стойкость на лице одних и тех же средств. То есть, например, какие-то карандаши больше у кого-то текут, какие-то держатся прям суперстойко. И один и тот же карандаш может у всех людей абсолютно по-разному себя вести. Поэтому это я вас предупреждаю, что нужно именно для себя найти идеальный ваш карандаш, который на вас будет идеально работать. Значит, это коричневый, темно-коричневый оттенок. И посмотрите, насколько, насколько он плотный, насколько классно он легко наносится. И, кстати говоря, это карандаш на самом деле в дереве. Но, я так понимаю, это не дерево, это какой-то пластик. Он изначально весь был серебристый. И я, когда я его заказывала, я когда его получила, я думаю, а как его вообще точить? Ну, на самом деле, он легко точится просто обыкновенной точилкой, потому что это не металл, это именно дерево. И второй карандаш. Вот здесь хочу такую предысторию небольшую. Когда я их получила, на них была наклейка «Осторожно, тугая крышка». Я думаю, что? Тугая крышка? Ну, бывает. С одного сняла, а со второго снять не смогла, потому что она была настолько тугая, что вот она до сих пор тугая просто вот с этого конца. Невозможно снять, и в результате я его сломала пополам. Пока пыталась снять эту крышку. Эта крышка не родная, эта крышка вообще от карандаша от Стеллари. В общем, здесь у меня получилось в результате два черных карандашика, которые выглядят вот так. Черный точно такой же, восхитительный, вообще классный гелевый карандаш, суперстойкий. И сейчас мы с вами некоторое время пройдет, они подзастынут. И я вам покажу, что они не стираются. Обалденные просто карандаши, но они вам дают на растушевку секунд где-то, наверное, 30. Да нет, ну 15. Ну вот прям, чтобы нормально растушевать, вы еще успеете там что-то такое себе подразмазать. Потом уже все застывают и ничем не смываются, кроме как гидрофильным маслом или мицеллярной водой. Отличные просто карандаши, если искали себе хорошие, то у меня в Телеграме недавно, кстати, кстати говоря, был пост про хорошие гелевые карандаши, как альтернативы. Либо можете обратить внимание на такие новые, которые тоже отличные. Время пришло попробовать, пробуем. Да что ж такое, до конца не... Ну ты что? Я же только что рассказывала, какой ты стойкий. Что это вообще происходит? Ну, придется вам поверить мне на слово, а то, знаете, эксперимент признан неудачным, потому что они действительно стойкие. Ну вот что-то я, видимо, слишком жирненько их намазала, и получается вот такое. Но на самом деле они реально... Да что ж такое-то? Прям, знаете, как-то неудобно. Как так? Как так выходит? В общем, классные карандаши попробуйте где-нибудь в магазине, если их увидите, посвочите, и уверена, что вам они понравятся. Потому что они действительно хорошие, действительно держатся на слизистой. Ну, вот что-то, знаете, сегодня денек такой, какой-то своеобразный. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы что-то из этого для себя присмотрели. Что вы уже впечатлились, вам что-то понравилось. Вы захотели, например, в магазине где-то это попробовать. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте переходить по ссылке внизу и заходить, конечно же, на распродажу. Озон, смотреть для себя интересные всякие вещи и готовиться, в общем, уже к весне потихоньку-потихоньку. Спасибо вам большое. Желаю вам классного настроения, замечательного дня. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok